Пока в одном конце планеты люди запускают ракеты в космос или создают роботов, способных полностью заменить ручной труд, некоторые барнаульцы идут за водой на соседнюю улицу. И это жизнь в краевой столице. В этот дом обдул Керим Тагиров, переехал еще в далеком 89-м. Тогда отсутствие здесь водопровода рассказывает большой проблемой не считал. Другого жилья все равно не было, а оказаться с детьми на улице боялся. С реальностью смирился быстро, изучил маршруты до ближайших колонок, а сейчас уже на глаз определяет, насколько хватит запасов. Ребенок, дочка, я с женой. Насколько, я не знаю, как. У меня 5 фляг и еще 3 по 20 таких ведерочки. Я заполняю, на 2 дня хватает. Ну если так, а если стирка, что-нибудь они придумают, честно говоря, уже может даже каждый день надо. Охота на воду для него и еще нескольких жителей по улице Гоголя обычно начинается в 5 утра. Пока на дорогах мало машин. Сегодня, правда, исключение. Пенсионер пошел за водой позже, чтобы показать нам, как это непросто бывает попить чаю. Боится одного. Ближайшая колонка может обледенеть. Когда здесь замерзает, она часто бывает на Королевнике. Входим на Пушкино, вот туда, где я покажу потом. Если там замерзли, ходим возле церкви. Сразу за церковью, там, где магазин, вот там никогда не замерзает. Субботний поход в баню стал роскошью. Ведь для этого нужно натаскать двойной, а то и тройной запас воды. А попробуй-ка сделать это в морозы. Здесь отличная погода. Но пока морозов не было. Год назад, казалось, удача улыбнулась. После обращения жителей в прокуратуру, водоканал прислал ответ. Ближайшая точка – подключение на улице Пушкина. Но расстояние до нее настолько велико, что работа пенсионеру не по карману. Два частных дома свои, со своими земельками. И еще там сзади института, селхозинститута. Там это пространство, они вычистили, там все. Там будет стройка большая. Они же пробивают, кто разрешит пропускать этот номер. Ближайшая и пока что единственная точка для подключения к водоснабжению пролегает рядом с домом Тагировых, примерно в 20 метрах. К этой ветке подключилась частная организация по соседству, директор которой не пошел навстречу мужчине и предложил свой вариант развития событий. Мол, обращайся в мэрию, они должны проложить трубы. В администрации об участи пенсионера его соседи знают. За много лет накопились уже стопки обращений от людей. В муниципалитете поясняют деду. Водопровод не на балансе города, хотя и пролегает на его территории. Якобы ветка принадлежит частному лицу. Пенсионер не знает, где искать правду. Однажды он пробурил воду во дворе, но экспертиза не признала ее питьевой. И ежедневный поход до колонок продолжился. 70-летний пенсионер обращался к губернатору, но письмо загадочным образом не дошло. От отчаяния теперь собирается писать президенту. Вот пустая, ведро полное, это пустой ведро. Вот это я вся его воду заполняю всегда, чтобы они не страдали, чтобы воды у них осталось. Иногда у меня нет дома. Так вы добытчик в семье. Ну а как? Семья-то, они... Ну, точка, женщина, жена, женщина. Ребенок маленький. А кто будет? Она расшагировала Вадим Быстревский. День с толком. Она покраснела.